Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем беседу с Игорем Орловым, и сегодня мы бы хотели обсудить олимпийское движение. Пожалуйста. День добрый, уважаемые друзья. Я хотел сначала пропиарить две книги, показать. Ну то есть, почему именно отсюда такой интерес. Вот в 16-м году команда выпустила вот такую книжку, это Олимпийский университет в Сочи, где они создали в общем-то такую красивую историю олимпийского движения. А спустя четыре года мы с моим коллегой Алексеем Поповым выпустили вот такую книжку «Олимпийский переполох. Вот последняя забытая советская модернизация». Интерес к олимпийскому движению у меня вырос из туризма. Вот первично, конечно, был интерес к международному туризму, а затем, изучая различные туристические практики, я обратил внимание на то, каким образом в Олимпии, так сказать, не обязательно олимпийские события, Олимпиады, чемпионаты мира, Европы, что они привлекают очень много туристов. Существует такой термин «мегасобытия», то есть вот то событие, которое действительно является таким широко привлекающим внимание людей во всему миру. Как правило, к таким мегасобытиям относятся и Олимпийские игры, зимние и летние. Второй момент. Когда начал заниматься Олимпиадами, обратил внимание на то, что по большому счету это коммерческий проект. И при этом многие Олимпиады были убыточными, несмотря на то, что это коммерческий проект. Отсюда возник интерес к тому, а почему, что происходит с Олимпиадами, зачем они нужны, особенно когда узнал, что категорически был против Олимпиады у нас проводить Хрущев, несмотря на все попытки, там еще 50-е годы инициировать процессы. И что Брежнев, который был сторонником Олимпиады, в конце концов был готов отказаться от Олимпиады проведения, потому что полагал, что она слишком разорительная будет для нас. В результате вот этого интереса, таким противоречивым форматом, что с одной стороны Олимпийское движение, движение против войны, движение за мир. И тут хорошо ложилась Брежневская программа мира. Олимпиада очень хорошо вписывалась в ту пропагандистскую кампанию, которая проводилась в Советском Союзе, ну и не только в Советском Союзе за его пределами. И встал вопрос, а что это такое? Вот что такое Олимпиада вообще? И Олимпиада 80 в частности, как некоторый яркий пример первой за всю историю Олимпиады на территории советского государства, ну или как тогда говорили, социалистического государства. И этот интерес, он увел меня немножко назад. Он увел меня в 20-е годы, где я начал интересоваться историей так называемого коммунистического спортинтерна. Всех перипетий, связанных с единым рабочим спортивным фронтом, с попытками выстроить параллельную систему, буржуазным Олимпиадам, как тогда говорили. И, на мой взгляд, именно в 20-е и 30-е годы были заложены основания для встреч. То есть именно тогда, в том числе благодаря вот этим спортивным мероприятиям, особенно в Спартакеаде 1928 года, которую тогда чуть ли не второй Олимпиадой объявляли, были заложены основы вот этого нашего туристического гостеприимства, в том числе и для приема спортивных делегаций, спортсменов и так далее и тому подобное. Но мы понимаем, что страна была исключена из Международного Олимпийского комитета после революции. И, соответственно, маневры относительно Олимпийского движения были очень узкими. А вот когда в 1951 году в конце мы вступили в Международное Олимпийское движение и в 1952 году начали участвовать в Олимпиадах, тогда открылись совершенно другие перспективы. И здесь встал вопрос о том, что такое Олимпиада для населения, для зрителей, что такое Олимпиада для власть придержащей, что такое Олимпиада для бизнеса и так далее и тому подобное. То есть оказалось, что Олимпиада, она не одна, она разная. Для каждой категории, для кого-то развлечение, для кого-то это бизнес, а для кого-то это и престиж страны. Не зря говорили, что мощь государства измеряется количеством ядерных боеголовок и количеством Олимпийских медалей. То есть Олимпийские медали приравнены в конструкции или там формуле мощи страны к ядерным боеголовкам. И, соответственно, и для любой страны, для нас прежде всего, это потому что победа на Олимпиаде, это прежде всего что? Это прежде всего престиж страны. Это преимущество социалистического строя, это новый советский человек и так далее, и так далее. Вот это, условно говоря, конечно, было очень важным для власти придержащей. Кроме того, власть, принимая подобные мегасобытия у себя, она демонстрировала свое умение, по большому счету, справляться с большими проектами. На мой взгляд, Олимпиада в этом плане немножко недооценена, когда смотришь некоторые там западные исследования, когда они в действительности правильно говорят о том, что власти нужны были большие проекты. Это и БАМ и другие там великие стройки, пятилетки, но при этом почему-то Олимпиада остается в стороне. То есть как будто она и не вписывается вот в этот ряд. Для меня Олимпиада является, любая Олимпиада является, если, как говорят языком там ная, инструментом мягкой силы. Хотя сегодня уже редко употребляют слово мягкая сила, говорят умная сила, там комплексная мощь государства. Применительно к нам, в последнее время, там несколько лет говорят острая сила. То есть речь идет о каком-то балансе между инструментами твердой, так скажем, силы и инструментами презентации себя несиловыми метрами. И в этом плане я готов говорить о том, что существует некая такая матрешка, вот внутри которой спрятана Олимпиада. Ну то есть вот есть, условно говоря, культурная политика. У нас слово культурная политика редко говорили, и культурная дипломатия, у нас говорили народная дипломатия. В принципе, по большому счету, это была смесь из публичной дипломатией, из культуры, из чего угодно. И внутри потом, как матрешечка прячется, да, там публичная дипломатия, спортивная дипломатия и потом олимпийская дипломатия. Как бы отдельное такое направление, которое связано было с многими вещами, в том числе и, допустим, прием деятелей МОК на нашей территории. Мы могли сколько угодно кричать о том, что там засилие аристократов в Олимпийском комитете, ну когда нас прокатили первый раз, что нужно его демократизовать. Ну, когда понадобилось, чтобы мы приглашали тут всех аристократов из МОК и того же самого руководителя МОК, лорда Кинана, да. И здесь и подарки, и проживание из специального бюджета ЦК партии. То есть, в общем-то говоря, прибегали к различным методам. Ну и сам потом руководитель МОК тоже и его заместитель Самаранч, который потом станет следующим руководителем Международного Олимпийского комитета, они, в общем-то, активно работали в пользу СССР, уговаривая отдельных членов Международного комитета проголосовать за Москву, дать Москве шанс. Это тоже, на мой взгляд, какой-то определенный момент, связанный вот с практикой Олимпиады. В результате получается, что когда мы говорим об Олимпиадах, всегда у нас два таких, не знаю, мифа или стандарта мышления. Первое о том, что Олимпиада это дело убыточное, что как ни старайся, все равно ничего не получится, хотя были те Олимпиады, которые приносили доход. 32-й год Лос-Анджелес, Олимпиада была прибыльной. Мне кажется, что здесь проблема стоит в том, что мы неправильно меряем вот эти Олимпиады. То есть нам для того, чтобы понять, почему она убыточная или не убыточная, необходимо сразу четко разделять, где она проходила. Ну, наша Олимпиада-80 вообще особняком стоит, ее нельзя мерить теми инструментами, которые меряются другие Олимпиады. Во-первых, потому что олимпийские объекты многие, они строились не как временки. Та же Олимпийская деревня, извините меня, она строилась, в общем-то говоря, как микрорайон городом Москвы, а не потом, чтобы ее использовать как тюрьму потом или просто снести эти дощатые домики и все. Кроме того, ведь все, что строилось, было так или иначе внесено в планы пятилетки. Соответственно, никуда не улетел аэропорт Шереметьево, никуда сети ресторанов, спортивные комплексы, все это осталось. То есть, есть расчеты экономистов серьезные, которые считают... Здесь вопрос, где? Допустим, Олимпиада в Сочи, все-таки Сочи не тот регион, где можно использовать полностью потенциал, который был вложен. Нет, несомненно, несомненно. Конечно, где? Но мы же понимаем, что здесь же не только в Москве проходила Олимпиада. Олимпиада проходила еще в Минске, в Киеве, в Ленинграде и в Таллине. Там была как раз-то парусная регата. Поэтому там в том же самом Таллине канализацию современную сделали. Если бы не Олимпиада, может, никогда она не сделалась. Я уж не говорю про то, что для жителей Таллина была найдена изюминка. Точнее, не для жителей, понятно, для приезжающих. Там варьете появилось. Ну, когда Советский Союз знал, что такое варьете. В Таллине во время Олимпиады появилось. Я уж молчу про разовые стаканчики. Мудаков писал про варитые. Вот все то, что это появилось. Расфасованные пакетики там йогурта, масло сливочное. Но это отдельный разговор про то, как... Я помню этот 80-й год. Действительно ассоциируется именно с какими-то такими новшествами. Фигареты Кэмом, финское пиво баночное. Мне было 10 лет только. Нет, а мне как раз в Олимпийский год, я как раз в этот год пошел в армию. Как раз вот во время Олимпиады в 80-е годы я находился на службе. Но могу сказать одно, что, опять же говорю, у каждого свои воспоминания остались. Вспомню, сколько слухов ходило про то, что здесь жвачку будто отравленную подкидывает, что нельзя ничего поднимать, нельзя брать у иностранцев ничего. В общем, это отдельный разговор на самом-то деле о слухах, мифах и фольклоре, который вырос на этой Олимпиаде. Потому что если изучать вот эти мифологемы, то тогда мы получаем еще какую-то одну Олимпиаду, альтернативную Олимпиаду, которой, в общем-то, говоря, не было. Я, мой коллега Алексей Паков из Крымского университета из Симферополя, мы прежде всего, конечно, ориентировались на документы. Как опубликованные документы Политбюро, так и те документы, которые отложились в различных организациях. Тут тоже были свои проблемы. Допустим, ряд документов, связанных с деятельностью региональных управлений КГБ, МВД, в общем-то говоря, не выдаются. Поэтому пришлось во многом использовать кочующие по интернету документы у Буковского, да, на сайте у него там все эти документы выложены в подлинниках, те, которые до сих пор не выдавились. Ну, в данном случае реконструкцию пришлось делать на разных уровнях. И прежде всего могу сказать одно, как исследователь, чем ниже организация стоит, ближе к земле, тем более интересные материалы. Ну, потому что там, условно говоря, находишь какой-нибудь там документ о том, что они осматривают уже сдавать пара объектов, осталось неделю до объектов. Они осматривают и понимают, что там несущие стены, проблемы. То есть нельзя этот объект сдавать. Но они его принимают с обязательством доделать после Олимпиады. То есть берет на себя кто-то ответственность, потому что престиж важнее, чем сейчас не сдать этот объект. Да, какие-то мелкие там недоделки, понятно. Здесь, на мой взгляд, первоначальная задумка, которая была, это было объявлено общим проектом. То есть не советский проект. Это проект всего социалистического содружества. Кругом об этом говорили, совещание. Это наше общее дело. Мы будем сотрудничать там-сям. Но когда смотришь материалы совещаний, вот оргкомитета 80, то обнаруживаешь, что многие государства, ну, прежде всего, Польша, Румыния, Чехословакия, они, в общем-то говоря, скептически относились к этому проекту. Они говорили, что мы с этого имеем. Вы все время говорили о том, что это общий проект. А каким образом мы в это вписаны? Ну, с другой стороны, ведь они сорвали поставки. Извините, меня в Венгрии не сумели расфасовку сделать. Пришлось у финнов закупать. Ну, и свое не могли ничего наладить. Ну, решили, запустили поточную линию. Купили у немцев за бешеные деньги поточную линию пиво разливать. Ну, значит, выяснилось, что закупленные японские банки под эту линию не подходит. Вот. Закупили жесть, решили сами банки делать. А это же специфическое все-таки, чтобы пиво там находилось там. Специфическое все-таки должно быть пищевое так. В результате выпустили какое-то количество вот этого пива, доложили где только можно, как обычно, что вот мы свое пиво запустили. Вот. И после того, как Олимпиада закончилась, линию эту закрыли. А народ кого посадили, кого разогнали. Ну, то есть вот попытка собственное что-то создать, она оказалась не совсем прагматичной. Можно подумать, если бы они не сделали, то на это кто-то бы обратил внимание. Ну, они-то должны были отчитаться, что свое советское. Кругом же говорили. Я не веду с собой идею. Пили бы пиво из бутылок жигулевское, как всегда. Нет, но тут же баночная появилась. Афинская, баночная, немецкая. И Хайникин тот же самый появилась. В общем, это как-то было привлекательно. И здесь вот этот проект сам по себе как бы общий, он не получился. Ну, даже цифры. Я могу ошибиться там на несколько. Ну, было, по-моему, 104 фирмы, которые сотрудничали, поставки осуществляли, спонсорскую поддержку и так далее, и так далее. Ну, из них полтора десятка всего лишь было из соцстран. Все остальное у нас оказались капиталисты. То есть прагматизм. И когда на уровне Политбюро обсуждались какие-то вопросы и говорили, вот нам, говорит, не, не надо. Вот не будем сейчас изобретать велосипед. И когда в 85-м году готовили очередной у нас здесь должен был проходить молодежный этот форум, да, ну, после 57-го года, в 85-м до нас. Вот тоже что-то опять начали суетиться. И кто-то на Политбюро сказал спокойно, да ладно, нас финны всегда спасут. Не будем сейчас изобретать свое, загубим финна. И вот возвращаясь теперь к идее, почему дороговизны. Ну, опять же, подсчеты разные, там как считать, ну, грубо говоря, в два раза почти больше были расходы, чем доходы. То есть в два раза. Ну, то есть эта дырка в бюджете была большая. Но опять же говорю, если верить экономистам, то основные объекты окупились в 11-й пятилетке. Ну, то есть, условно говоря, отдача от этих объектов, она была понятна не сразу. Кроме того, они же тоже думали, каким образом использовать эти огромные спорткомплексы. Было понятно, что они будут не задействованы. Соответственно, они установили нормативы на детский спорт, чтобы обязательно дети там занимались на хороших стадионах. И второе, именно отсюда берет практика концерты на больших стадионах. Ну, чтобы они не проставили, в общем-то, они должны себя купать. Оттуда пошла практика вот этих концертов. Ну, и так далее. Многие. Никто же не снес ни без заправки, ни столовые там, ни дороги никто назад не сломал, которые были отремонтированы. На самом деле было очень много вложено в это дело. И понятно, что экономическим эффектом мерить в советской системе координат, где слово прибыль, оно могло произноситься, это слово только с прилагательным социалистическая прибыль. А на другой не могла бы. Конечно, этот эффект, конечно, был далеко не такой. Все эти анекдоты, все шутки, прибалутки, все эти слухи по поводу того, что именно Олимпиада 80, в общем-то говоря, нанесла такой огромный вред нашему бюджету, провела такую брешу отсюда все. В общем-то, не заслуживает серьезного отношения, потому что документы и расчеты показывают, что на самом-то деле не все так было плохо с этой Олимпиадой. Другой разговор, что в действительности убытки понесли определенные связанные с билетами. Когда пошел бойкот, то, соответственно, мы рассчитывали продать там одно количество билетов, а удалось продать меньше. Единственное, что мы за туры, за Олимпийские туры деньги не вернули. Бойкот бойкотом, то есть мы каким-то образом чуть-чуть валюты себе подправили. То есть все, что они заплатили и не приехали, оказались их проблемы. Более того, был такой казусный случай. Выкупленные места на стадионе попытались заполнить советскими по 30 копеек, продавать эти места, чтобы заполнить трибуны. Ну, неудобно. Пустые трибуны, полупустые, соревнования проводить. Но в оргкомитете испугались всего этого. Нагоняй получил директор за свою инициативу этого стадиона, потому что боялись, что увидят, что на их местах кто-то сидит и будет скандал. Ну, за границей не хотели лишних скандалов. Поэтому их так хватало проблем со всем этим. И здесь, опять же говорю, внимательно изучался опыт. В общем-то, ездили и на Олимпиаду в Мюнхене смотрели. То есть, ездили специалисты, смотрели все. И как безопасность обеспечить, особенно после Мюнхена. И каким образом идет реклама. То есть, не стеснялись учиться западному опыту и пытались таким образом внедряться. У нас молодая аудитория. Надо подчеркнуть, что в Мюнхенской Олимпиаде произошел захват заложников. Ну да, да, да. Захват заложников, в общем-то, это был серьезный, конечно, такой момент. И поэтому, конечно, у нас безопасность была. Многие отмечали, что на Московской Олимпиаде безопасность была поставлена на высоком уровне. Ну, были какие-то казусы. Ну, наши газеты, понятно, про это не написали, что какой-то итальянец там вышел с плакатом «Свободу гомосексуалистов в СССР». Ну, кому тогда это было нужно, насколько интересно. Или тот же самый акт торжественного сожжения билетов, купленных билетов на территории британского посольства. Ну, сожгли вы и сожгли. Говорят, что Тэтчер как бы сама дала такую команду. Ну, опять же говорю, ну, сам факт сожжения на территории посольства, торжественно эти билеты сожгли, чтобы не идти бойкотировать Олимпиаду. Еще одна проблема, да, вот помимо вот этих денежных всех вопросов, проблема бойкота. Ну, во-первых, Московская Олимпиада была ни первая, ни последняя, которую бойкотировали. Вот. Причем, когда речь была... Ведущий в Нос-Анджелесе, так Советский Союз им отомстил? Ну, в принципе, тянули до последнего момента. Вот. До последнего момента. То есть уже как бы было непонятно... Те альтернативные игры сделали? Ну, сделали альтернативные игры, а потом еще игры доброй воли потом сделали с 1986 года. Ну, это самое... Американец Тернер, да, известный. Так вот, я могу сказать одно, что бойкот опять тоже понятие очень сложное. Ну, допустим, 65 стран не приехали. Ну, из них какая-то часть не приехала, потому что просто не было денег. Некоторые страны, они не приехали не потому, что они бойкотировали, они особо в это не вдавались. Просто не было денег. И многие африканские, азиатские делегации, ну, просто, что-то говоря, ну, не вымогали, ну, говорили о том, что вы нам оплатите, мы приедем. Там вот компартия Рениона, чуть ли не вся собиралась приехать сюда за наш счет. Не знаю, сколько их там было, но они все собирались сюда приехать, да. То есть, условно говоря, многие делегации... Я никогда не знал, что на реунионе была компартия. Ну, была, вот, раз они наставили на том, чтобы приехать сюда на это самое, на соревнования. Вот. Конечно, из этих 65, ну, наверное, две трети все-таки было в действительности бойкот. А какая-то часть, в общем, тот же Иран, тот же Китай, никак не было связано с нашим вводом советских войск в Афганистан. Потом, опять же, если внимательно посмотреть на бойкотную кампанию, ведь она началась-то не после ввода войск в Афганистан. Ведь СМИ начали писать о том, какие здесь плохие объекты. У нас же сводки, это, АПН, они делали специальные подборки, что на Западе пишут. Они сводили это в единые такие документы, которые на стол руководству были положены, да. То есть, и там следуя о том, что о чем они пишут, что плохое состояние спортивных объектов, что засилие силовиков в Олимпийском комитете, там, в оргкомитете Олимпиады 80, да, что там сотрудники, действительно, там были сотрудники госбезопасности. В общем, особо это никто и не скрывал. Но на Западе это широко освещалось, вот именно вот эти вещи. Но когда стало понятно, что это не работает, тогда включился старый добрый механизм прав человека. Были активизированы различные во всех странах, где существовали вот эти комитеты, которые начали говорить, что не надо бойкотировать Олимпиаду. Это уже произошло после того, когда в конце 74-го года уже, ну, дали нам ее, да, то есть, как бы начали это до этого. Но особо актуализировалась тема права человека именно после 74-го года, после принятия решения о том, что Олимпиада будет проходить в Москве. И потом, как по команде, эти права человека забыли. Ну, то есть, когда грянул Афганистан, то сигналы переключились на это, и как будто никакой кампании по правам человека, борьба права человека не было. Что добились, непонятно. Да, конечно, для нас было плохо, что приехало мало стран. Ну, то есть, ну, в действительности. Значит, там 80 государств, ну, 81, там еще, не вспомню, какая-то одна африканская страна была, вот, которая на открытии были, а спортсменов у них не было, они не выступали спортсменами страны. Вот, мы были на открытии, поэтому, кто считает, 80-81. Все равно, условно говоря, это было мало. Плюс, накануне началась большая кампания по поводу того, что на Олимпиадах нужно отменить подсчеты баллов и медалей. Мы же всегда это подсчитывали, что мы там заняли первое место, да, ну, то есть, это было как бы престижно. Ну, а на Западе начали кампания по поводу того, чтобы изменить вот это вот, и никакие общие там баллы и медали не подсчитывать. Более того, мы же понимаем, что оживились в том числе и спецслужбы. Здесь, конечно, шпиономания, определенный какой-то элемент шпиономании такой был, ну, как обычно, да, раз инфоповод есть для этого. Но в целом, судя по документам, которые, по крайней мере, открыты, в общем-то говоря, было несколько попыток в том числе посещенных диверсий. То есть безопасности относились очень серьезно и в аэропортах, и проверка вещей и все прочее. Ну, честно говоря, даже списки были составлены заранее, которые просто не дали визу. То есть те, которые были замечены в антисоветской деятельности, просто сюда не пустили. В том числе и значительную часть наших эмигрантов, которые были замечены в деятельности активных антисоветских организаций. То есть как бы подстраховывались, да. Но в любом случае все прекрасно понимали, что нужно чем-то удивить. То есть нужно удивить чем-то, нужно, условно говоря, не просто провести Олимпиаду, а провести ее так, чтобы было круто. Вот чтобы действительно... Всем запомнился летающий мишка на шарик. Да, и поэтому, ну, и мишка, да, и слезы, да. Вот со слезой это вообще получилась ситуация, это чисто случайно там табличка. Случайно. Да, и потом у меня коллега, профессор нашего школы экономики, он в это время сидел, по-моему, в левом или в правом глазу, он служил в дивизии, в атаманской дивизии. Тут даже привлекли очень много солдат и все прочее, да. И вот он как раз там сидел в глазу, там щит над собой держал, да. Тут рассказывал, как они там тренировались с этим мишкой. Тоже смотрите, мишка улетел, и сходит куча там до сих пор и слухов, анекдотов, что где-то он там приземлился на окраине Москвы, сверху там на пивной ларек, там пострадали люди. Я посмотрел разные сведения, в том числе и сведения по институтам, которые обслуживали. Это ерунда. Никакого приземления не было, он где-то в лесу там приземлился, вот. А их два было вообще на самом-то деле, вот. Ну, на всякий случай, ну, конечно, ну, вдруг, что делать? Было сделано два мишки, вот. И один из них мы продали, вот, ну, после окончания Олимпиады, а этот в запасниках там в институте валялся-валялся и так толком никто не может сказать, куда он, в конце концов, потом делся, да. Вот. Ну, на самом-то деле, это была в действительности хорошая находка, да, вот такая с этим мишкой. Хотя нас смотрел журналы западные, они там, конечно, очень сильно по поводу этого мишки, там, со скалом он там, с дулами орудийными под мышкой, ну, то есть там его изображали по-всякому. Вот. В отличие от тюленя, да, который был символом Таллинской Олимпиады, ну, не Таллинской, а Таллинской регаты, да, вот, он как-то особо не прошел. Ну, вообще, вот вся эта история с помпезностью, она опиралась на, как я говорил, уже в сложившихся 20-х годах техники гостеприимства. То есть нужно было, причем ранжированные техники гостеприимства. Если мы посмотрим на состав олимпийской семьи, то там, в общем-то говоря, культурная программа обслуживания была у всех разная. Для членов национальных олимпийских комитетов, там, для членов МОК, там одна была программа. Вот там в ложе, где они находились, там было бесплатное пиво, бесплатный портвейн, там, ну, то есть ниже в иерархии, значит, меньше возможности, ну, талоны там, да, на питание. А, кроме того, и экскурсии были совершенно разные, на разные категории. Одни экскурсии для журналистов, одни для спортсменов, одни для тренеров и судей. Ну, то есть градация была такой вот очень интересной, на самом-то деле. И плюс, конечно, медицина. На самом деле, не так уж и много случаев, ну, чаще всего это отравление. И у спортсменов-то не так уж много было случаев травм, да. То есть медицина тоже отработала хорошо. Обслуживание, вот эти все палатки, разносы. Сделали вот все, что могли. Привлекли студентов очень много, стройотряды, да, вот эти студенческие, которые обслуживали как раз эту Олимпиаду. В общем, выложились. А что насчет того, что ненадежный элемент всех за сто первый километр? Ну, вот было рекомендовано. В действительности, Москва была полупустая. Все, кто был, все помнят, что она была полупустая. Вот. И проблема состояла в том, что... Но надо сказать, что в летние месяцы тогда было принято выезжать. Конечно, конечно. Рекомендовали, вообще рекомендовали настоятельно всех детей, кого можно вывезти в летние лагеря. Вот. Опять же говорю, есть сведения о том, что Щелоков встречался с ворами в законе, но я читал интервью одного из командиров подразделений, который отвечал за вот... за связи, как бы так, условно говоря, с бандитским. Он говорит, что этого не было, это меня никак бы эта встреча не прошла. То есть не могло так убыть, что втихаря их привезли, в кабинете там встретились и так далее, и так далее. И он сказал, чтобы они тут воры в законе следили, чтобы здесь никто не воровал. Ну, конечно, частично... Я думаю, это легенды, идущие от самих воров в законе. Я тоже думаю, что это вот от них это идет. Потому что, еще раз говорю... Чтобы подчеркнуть свою значимость. Да, да, да. Вот смотрите, их вызвали, с ними договаривались. Ну, допустим, насколько я по документам посмотрел, ну, валютных проституток не трогали. То есть, в общем-то, определенный контингент остался для того, чтобы... Сегодня не секрет, что многие из них работали, соответственно, на органы. То есть, не были сотрудниками, а поставляли определенную информацию. Поэтому... Какой коломор получился. Проститутки работали на органы. Ну, вот, на самом деле, может быть, не так много было. Больше, как бы, потом разошлись эти слухи и сплетни. Но, в целом, такие факты отмечены, да, в документах, что подобное было. И в данной ситуации, конечно, большая нагрузка была на гидов, на переводчиков, да, которые должны были, словно говоря, как угодно крутиться, ну, подавать информацию в том виде, в котором нужно было, да. Потому что уже тогда говорили, там, в конце 70-х годов, говорили, ну, нельзя сегодня иностранцам рассказывать, почему у нас телевизор вот такой большой, а у японца плоский, потому что у нас была война. Ну, уже невозможно сегодня ссылаться в 70-е годы на войну, потому что вот она была, поэтому у нас так. Поэтому, что-то говоря, ну, для гидов-переводчиков вообще выпустили специальный справочник в конце 70-е годов. Сто ответов, сто вопросов, сто ответов. Ну, вообще, вот так смотреть из этих 80-х, это, получается, всего 35 лет прошло с войны. 35 лет, почему 35 лет? В 45-м закончилось, 80-й год. Это как для нас, это как для нас конец 80-х сейчас. Ну, нет, на самом деле, 35 лет, ну, это тоже значительный срок, да, для того, чтобы, все-таки, война. Поэтому они, в общем-то говоря, на всякий случай, чтобы они не путались в ответах, для них составили специальный справочник. Ну, на самом деле, вы понимаете, все, справочник не запишешь. Иногда, в общем-то говоря, выходили, шутя из ситуации, когда, допустим, спрашивали про ночные бары, а если в Советском Союзе ночные бары, нашелся гид-переводчик говорит, да, у нас за полярным кругом все бары ночные. Ну, то есть, как бы... Ну, полгода. Да, 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 да. Ну, то есть, кроме того, мы понимаем прекрасно, что необходимо было обезопасить о спортсменах, да. Отсюда рост о том, что они там чуть не за колючей проволокой были. Есть масса воспоминаний самих спортсменов и обслуживающих персонала. Ничего подобного не было. Да, там меры предосторожности принимались, конечно, но в целом ни за какой колючей проволокой они там не находились в этой олимпийской деревне. Вот. Единственное, что, конечно, в советском духе, там, после 23.00 запрещено посещение женщинами мужского общежития, мужчинами женского. Это меня всегда поражало, как будто они не сделают, что хотят до 23.00. Ну, да, на самом-то деле мы понимаем прекрасно, что все это, как бы, так, штыто белыми нитками, кто захочет, тот и до 23.00 все сделает. Но в целом, еще раз говорю, и танцы там проходили, то есть иногда они за полночь уходили, да, просто спросили уже, как бы, быть потише. Ну, в целом, еще раз говорю, никакого режимного объекта там не было, что тоже еще, говорю, является одной из уток. Еще одна проблема, связанная вот с олимпиадой вообще, с олимпиадой нашей в частности, это проблема билетов. Ну, мы понимаем прекрасно, что львиная доля билетов ушла вот за рубеж. Я помню этот билет, там время было указано в виде циферблата и стрелкой. Да, да, да. Ну, да, смотрите, там же билеты варьировали в зависимости от того, на что вы идете. Ну, допустим, бокс, там все такие, футбол, то есть, которые престижные такие виды спорта, у них билеты были дороже. Кроме того, они варьировались еще и по времени, на какие соревнования вечерние, там обеденные, утренние. То есть, там очень широкий диапазон был. Ну, тут же мгновенно, как обычно, у нас же так не бывает, что перекупчики не образовали. И билеты тоже, как же специальный неформальный такой индикатор на ценах, сколько билетов на бок стоит, на полуфинал, на финал. То есть, тут же мгновенно точно так же отреагировали наши перекупчики и отмечается, что эти билеты, в общем-то, можно было втридорого купить, да, те, кто не достал. Ну, зато на некоторые соревнования, в общем-то, госсадионы были полупустые, ну, те, которые, там, легкая атлетика еще, что ли. Ну, то есть, поэтому раздавали бесплатные билеты, в том числе для школьников, для студентов, ну, чтобы заполнить какие-то непрестижные соревнования. Ну, в целом, еще раз говорю, иностранцы не увидели этого. Они увидели порядок, они увидели безопасность, они увидели красивые соревнования, красивое открытие, красивое закрытие. Ну, не обошлось, конечно, и без пропагандистских трюков, но, допустим, было понятно, что раз американцы нас бойкотируют, то приехавшие американские зрители, им утром организовали забег вдоль Москвы реки, вдоль набережной. Ну, на всякий случай, чтобы не было эксцессов на 6 утра, поставили этот забег. И когда там несколько человек попытались какие-то плакатики развернуть, бегущие, тут же к бегущим американцам присоединились группа молодых спортивных людей, и эти плакатики тут же были изъяты. Ну, на самом деле, если бы открыли, может быть, полностью посмотреть, сколько там было всяких эксцессов, ну, чаще всего пресекалось и на корню. Там взяли, нарисовали плакат, хотели его там развернуть, на автобусе провести, там, буквально там через несколько минут его уже плакат изъяли и так далее. Ну, то есть следили внимательно. Ну, милиции было много, госбезопасности. Что-то говоря, привлечено было население по полной программе в разных форматах. Я говорю, от обслуживания, какие-то даже курсы организовали. Ну, а каково отношение к Олимпиаде вот жителей Советского Союза было? То есть вы много говорите, как это выглядело для гостей из-за границы, а как, где отнеслись жители Советского Союза? Мы провели с Алексеем... Алексей состоял анкету, и там, говоря, тех, кто был в это время в Москве, в Киеве, опросили их, какие у них были впечатления. Вот возникает ситуация такой. Чем дальше человек был от Олимпиады, тем у него более кривозетово. То есть больше он основывался на слухах, на сплетнях и так далее. Те же, кто ходил на стадионы, кто участвовал, кто был в Москве... Ну, понятно, что, я уже сказал, что поражало, прежде всего, количество людей, малое количество людей для Москвы на улице. Раз. Второе. Резали глаз, в хорошем смысле слова, вот эти вот все автоматы Coca-Cola, Pepsi-Cola там, да. Ну, там было различие на самом-то деле. Дело в том, что у нас был договор с Pepsi-Cola, а Coca-Cola предложила более выгодные условия. И тогда нашли выход. С Coca-Cola заключили договор о том, что она продает свои напитки только на территории стадионов. А стадионы на период Олимпиады уже не являлись советской территорией, они являлись территорией международной. И поэтому Coca-Cola продавала там, а за пределами стадионов, Pepsi-Cola выполняла свой договор. Ну, конечно, бросалось в глаза, кроме вот этих автоматов, ну, я уже сказал, что сигареты там, пиво баночное, пластиковые стаканчики, квас начали разливать в пластиковых стаканчиках. Впечатление было, вот все, с кем мы беседовали, было впечатление прежде всего праздника. Даже у того одного молодого человека, ну, на момент опроса уже не был молодым человеком, которому пришлось купить билет по спекулятивной цене, тем не менее у него как бы на это, не затаил на это обиду. Ну, в действительности праздник. Болели, понятно дело, кричали на стадионах, хотя бы всех предупреждали, просили себя вести, ну, проверяли, чтобы ничего, понятно, не бросали, в общем-то говоря, с трибун. То есть, в общем-то, какой-то контроль был над этим. Но в целом, еще раз говорю, если говорить о том, что осталось в памяти, это сувенирка и вот это, конечно, летающая мишка. Вот у многих, с кем мы общались, плюс есть же еще там воспоминания, которые выкладываются там в разных блогах, там все прочее. Да, вот население в памяти, вот этот вот улетающий мишка. Многие пишут, что не могли сами сдержать слез, когда он улетал, да. В общем-то говоря, и вот сувенирка. Она, наверное, в каждой семье есть. У меня дома у родителей, ну, покойных уже, к сожалению, у них всегда был такой бочоночек небольшой, металлический, с олимпийской символикой, да. Вот. В семье моей жены мишка-копилка хранится и так далее, и так далее. То есть сувенирки-то было очень много, она была разная. Единственное, что ее же тоже контролировали. Был специально создан комитет, который проводил оценки, можно это делать или нельзя. Вот. Двумя способами. Или на конкурс что-то выставлялось, да. Или просто предприятие. Само предприятие предлагало ему вот это готово выпустить, и комиссия решала, будут, не будут выпускать. Но это много, да. Ну, понятно, что дело, что мы не увидели золотые монеты, ну, которые были предназначены, прежде всего, конечно, для западных коллекционеров, да, которые были выпущены в таком духе советского челонца золотого там времен Сокольникова, да. Вот. Но в целом вот много было. Сувенирки было много, и она была ориентирована на разные категории. Это и на филателистов, понятно, марки, в том числе и детские календарики. Ну, вот. То есть на все категории населения она была рассчитана. И было выпущено очень много, и при этом она разошлась. И когда читаешь отзывы иностранных туристов, ну, которые приезжали, там же было два формата, опять же. Были те, которые брали олимпийский тур, который включал в себя, ну, культурную программу, понятно, экскурсии и определенный набор билетов на соревнованиях. Это был олимпийский тур. А были те, которые приехали просто на Олимпиаду, купили просто билеты на Олимпиаду, не включая этот тур. Поэтому цифры и разнятся по приезду. Плюс мне кажется, что те, кто приезжал в разные города, кто там посетил, допустим, Киев, там, Минск, так далее, их считали по нескольку раз. Потому что мы-то заявили, что будет 300 тысяч иностранцев. Судя по всему, было 211-220 в этих пределах, а отчитались от 384. Понятно, что это, скорее всего, двойная бухгалтерия этого периода. Но в любом случае, понятно, что иностранцы тоже были некой такой диковинкой. Столько много иностранцев в одном месте, на стадионах. И иностранцы, понятно, стремились поговорить с нашими людьми. Дети есть дети, где они не клянчили ту же самую жвачку и все прочее. Какова роль этого события? Политическая роль? Вот смотрите. Значит, первое. Роль для кого? Для нас и для Запада. Вот я могу сказать так, начну с Запада. Запад чего добился своим бойкотом? Как потом признавали то, что Картер остался из президентского кресла, проиграв Рейгану во многом из Олимпиады. Потому что ему никогда не простили американские избиратели, что туда не поехали американцы. И кто-то писал в письмах о том, что, извините, когда была в Берлине Олимпиада в 1936 году, что-то мы туда поехали, к фашистам. Кстати, да. Удивительно, как это вообще не дискредитировало олимпийское движение потом. Ну, потом грянула война. Война, как говорится, многое спишет, как говорили. Поэтому после этого начинали все уже по-новому, как бы через 100 листа. По крайней мере, сделали вид, что так делали. И здесь вот значение они не добились. Что, мы вывели войска из Афганистана? Нет. У нас стало лучше с правами человека что-то принципиально? Нет. То есть, а что они тогда добились своим бойкотом? Чего? Ну, да. Но если представить, что было принято решение не проводить Олимпиаду, было ли бы какое-то изменение в последующих событиях? Ну, сейчас можно, конечно, гадать по поводу того, если бы мы отказались от Олимпиады. Но ведь этот вопрос уже было дело престижа. Отказаться мы могли сами. А когда здесь объявили бойкот, то здесь у нас уже другого выбора не было, как только проводить. И заметьте, Международный Олимпийский комитет, который заседал, он единым голосом. Никто против не проголосовал, чтобы у Москвы забрать. Потому что все понимали, Олимпиада просто не состоится. Мы же не просто так. Мы же перед Олимпиадой смягчили свою политику в отношении Израиля. Пригласили накануне Олимпиады за пару недель. Журналистов, в том числе израильских журналистов, пригласили. Мы смягчили свою позицию в отношении Южной Кореи, в отношении Тайваня. Хотя говорили, что, конечно, мы должны учитывать позицию Китая. Почему мы вот нас первый раз-то там прокатили? Потому что олимпийский принцип, что вроде не играет. Есть там дипломатические отношения, признаешь, не признаешь, ты должен принять представителей всех стран. И мы вот, условно говоря, смягчив эту позицию, конечно, завоевали голоса, в том числе и стран третьего мира. Но при этом, заметьте, интересно, то есть мы единственное, против кого мы четко сохранили позицию, это против ЮАР. Но там же был, условно говоря, ситуация, по большому счету, бойкот, была беспроигрышная. Почему? Потому что в этот период соревнования, чемпионат мира, да, если бы туда африканские страны сказали, что они будут бойкотировать ту олимпиаду, на которой будет ЮАР, или будут тот, кто с ЮАР имеет спортивные связи. Французы. В результате, получается, ситуация, мы отказываем французам или мы принимаем ЮАР. Ну, то есть нас загнали, на самом деле, немножко в угол с этим бойкотом. И даже если бы не было ввода войск в Афганистан, в общем, мы бы этот бойкот получили. Потому что, ну, это была, это война, это холодная война, это во всех странах. Как вы думаете, почему именно олимпийское движение приобрело такую популярность? Почему какие-нибудь другие древние праздники не восстановили, типа Сатурнали с Древнего Рима, когда обидялись хозяева и рабы ролями или что-то вот в этом духе? Ну, смотрите, на самом-то деле, ведь во многом вот идея восстановления олимпийских игр – это же не Кубертен. Кубертен же позаимствовал эту идею. На самом-то деле, сначала возник интерес кондичности, прежде всего, к культу тела, к культу физической силы, к античности. Затем началось движение за то, чтобы проводить вот эти олимпийские игры. И начал их Уильям Брукс в Британии. Он в 1850 году провел там вот олимпийские игры. И по разным странам началась вот эта практика проведения таких вот около олимпийских, так скажем, игр, что-то похожее. Кубертен, его вклад в том, что он на самом-то деле нашел и спонсоров для проведения первых олимпийских игр, и он нашел поддержку и греческого принца, ну и короля, и место проведения. Ну, понятно, хотели в олимпии, но там совершенно ничего не готово было, там невозможно было провести. Ну, то есть он оказался организатором. Ну, идея этих игр, по крайней мере, она была идеей игры вместо войны. Вы понимаете, на дворе, как вы понимаете, идет 1890-е годы, да? Ну, как раз когда вот это все начинается, он с 90-го года свои поездки, там все прочее. С Бруксом уже стареньким встречается, с ним общается. То есть он пытается найти поддержку. То это рассматривались олимпийские игры именно как антивоенные игры. Как игры, которые противопоставлены войне. Ну, а мы понимаем прекрасно, к тому моменту уже сложилось и Тройственный союз, и Антанта Кардиаль, сердечное согласие практически, да? И пахло войной в мире. И, соответственно, идея вот этих олимпийских игр, ну, наверное, рассматривалась в какой-то категории элиты, интеллектуальной элиты вот в мире, как вот возможность эту войну предотвратить. А затем, условно говоря, произошла странность, да, когда в 20-м году на Олимпиаде все страны, проигравшие, не пригласили их на Олимпиаду. А немцев еще и в 24-м году не пригласили. Вот, запретили. Ну, то есть, с одной стороны, как бы, если вы говорите... Ждали Гитлеру. Ждали. Нет, даже если вы говорите о том, что Олимпиада – это антивоенные, то, наверное, круг должен быть широким. Не должно быть изгоев внутри этого олимпийского движения. То есть с самого начала олимпийское движение оказалось... То есть запретить – запрещать. Да. Вот оно с самого начала оказалось политизированным, идеологизированным отчасти. При словах о том, что никакой идеологии, никакой политики, мы видим и идеология, и политика всегда присутствуют в олимпийском движении. То есть вот задумка о том, что это олимпийское движение, если хотите, некий такой сброс энергии, да, вот вместо того, чтобы воевать, идите лучше побегайте, попрыгайте, да. Вот. И первоначально, заметьте, в сторону вот этой антимилитаризации говорит и то, что женское – это олимпийское движение не предусматривалось первоначально. То есть никто даже не предусматривал, что женщины будут тоже на олимпийских играх. То есть вот такой мускулинный был такой формат, да. И потом олимпийское движение после Первой мировой войны, после Второй мировой войны, оно получило дополнительные стимулы для развития, потому что, вот смотрите, мы что-то не доделали, видимо, да. Вот надо расширить это, вот все это спортивно. Если мы не можем договориться в спорте, тогда где мы можем договориться? Здесь спортивный интерес. Здесь соревнования не только спортсменов, но и соревнования стран. Кто может, чьи спортсмены побеждают, кто может принять лучшую олимпиаду. То есть, на мой взгляд, это смягчило холодную войну. То есть перемещение вот этой, ну, хотите конкуренции, хотите борьбы, хотите чего угодно, да, назвать вот в спортивный мир, оно по большому счету смягчило сам накал холодной войны. Вот не случайно я говорил, что ядерные выголовки, олимпийские медали приравнены для мощи государства. И здесь для нас было очень важно политически показать, что, ну, прежде всего, разыгралась карта, конечно, мира. То есть было четко показано. Мы пытались донести до мира три установки. Первое, что Советский Союз, он за мир стоит двумя руками. Правда, на фоне ввода войск в Афганистан это выглядело немножко неуклюже. Но, тем не менее, та информация, которую сыграл агентство печати и новости, свидетельствует о том, что для значительной части аудитории вот это сработало. Кроме того, сработало и второе, что мы умеем принять олимпиаду, мы гостеприимные, мы умеем ее провести на высоком уровне. Тоже установка эта сработала. С точки зрения пропаганды, в общем-то говоря, отдельные вещи заигрались. Что не сработало? Ну, не сработало вот это единство социалистического лагеря. Когда в 84-м году, извините меня, румыны, наплевав на наши рекомендации, все-таки поехали в Лос-Анджелес. Ведь было принято решение бойкотировать. Но румыны поехали, потому что они надеялись, что в отсутствии сильных соперников, имеется в виду тех же самых ГДР, там все прочее, то они, в общем-то говоря, там снимут сливки на этой олимпиаде. Но на самом-то деле, вот отношения внутри соцлагеря, они опрокинулись не только на финансовые. Вот вы нам то не поставили, а ваше венгерское оборудование летит через день, его нужно ремонтировать, да, пришлось там закупать оборудование у японцев. Вообще, даже не закупать, опять же, часть оборудования было сдано в аренду. Мы не все покупали. А после, когда закончилась олимпиада, встал вопрос, а не выкупить ли нам вот то, что себя оправдало. И начинали тогда уже переговоры. А многое, особенно дорогостоящее вот это телеоборудование, оно было в аренду взято. Ну, олимпиада, условно говоря, прошла, ну, были какие-то там мелочи, но нам-то нужно было доказать простую вещь, что мы объединяем людей. Мы объединяем людей, и поэтому самаранчо нужно было на памятник поставить, ведь именно он уговорил национальные олимпийские комитеты, той же самой Великобритании, Италии, Испании, что спортсмены приехали и выступали под олимпийскими флагами, да. И если первые четыре места по сумме медали взяли сот страны, то пятое место получили итальянцы. То есть для них это было престижно, да. Ну, и многие, я помню, когда смотрел это, как сейчас помню, Себастьян Коу, да, который этот был бегун, интересные вещи на самом-то деле, а легкой атлетикой никогда так не увлекался, а тут в действительности было интересно смотреть, насколько шел накал вот этой борьбы. Кроме того, здесь нужно было обеспечить не просто бесперебойную работу всего, ну, по крайней мере, сделать так, чтобы иностранные гости чувствовали себя комфортно. Перед этим они спекулировали много на то, что связь плохая. В действительности, предыдущий чемпионат, который проходил, там мира по хоккей, там проблемы были со связью и жаловались на это. Но с другой стороны, мы все-таки все это оборудование прокатали. И те фирмы, которые отказались от поставки, в тот момент уже много было поставлено. И не только Adidas, который полностью выполнил свой контракт, да. И многие другие фирмы, по большому счету, в тот момент уже поставки были осуществлены. Хуже было, конечно, с продажей нашей сувенетки на Западе. Ну, тоже нашли варианты разные фирмы, в том числе и продажей золотых монет этих олимпийских занимался Хабмер. Вот его нефтяная компания получила на это разрешение. То есть они продавали наши, понятно, закомиссионные. То есть каким-то образом все-таки удалось и за границей сувенирку эту распространить. Более того, нам удалось очаровать канадцев, мы, когда поехали на Олимпиаду Мельбург, мы добились того, что мы там сделали выставку свою, презентовать Москву Олимпийскую. И более того, там и Трюдо встречался. Мельбург это в Австралии. Не Мельбург этот самый. Калбин. Нет, 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 сейчас. Мельбург это в 1956-й год. Мельбург. 76-й год. Олимпиада. В Канаде было. И мы условно, Мельбург это был 56-й год, Олимпиада Мельбург, 56-й год. А здесь мы выставку эту оставили. Причем по просьбе канадской стороны они сказали, а вы оставьте эту выставку, пускай она действует. Ну, это, конечно, это было и фото, и документы, и мы фильмов, АПН работал хорошо. Было записано несколько фильмов, и документальных таких, и полухудожественных фильмов. Готовился вообще фильм с Columbia Pictures, должны были снять фильм про любовь. Любовь американских гимнастки. Сейчас не помню, кто был американец гимнаст, или наша была гимнастка, или наоборот. Ну, такой фильм красивый должен был снят, который должен был олицетворять, что спорт и любовь, они идут рядом. Ну, потом в связи с бойкотом понятно, что все это отменилось. Ну, в целом мы организовали многие выставки по линии Интуриста, и по линии Бюро молодежного спутника. То есть все, что мы, общество дружбы, то есть задействовали все, что можно для того, чтобы презентовать вот эту нашу Олимпиаду. Ну, и плюс, говорю, включили механизмы на уровне уговоров. Опять же, как я уже говорил. Ну, вот чтобы сделать вывод. Как вы считаете, Олимпийское движение, оно больше объединяет или больше разъединяет? Потому что вот оно становится инструментом вот геополитического противостояния постоянно. Знаете, вот парадокс, я бы сказал так. Оно объединяет людей, но разъединяет страны. Вот как это не странно звучит. То есть оно объединяет тех людей, которые... А насколько его важность сейчас, когда вот смотрите, наша даже передача олицетворяет то, что современный мир настолько взаимосвязан, что вне зависимости между отношениями, между странами, люди могут общаться свободно. И мы вспоминаем 80-е годы, что такое были иностранцы. Это как сейчас инопланетяне. Ну, хотя туристы-то приезжали. Вот смотрите, у нас... Ну, а что туристы? Как ты... Я тоже за ними бегал. Я изучал... В год в нашу страну приезжал. Мне очень хотелось пообщаться с иностранцами. Ну, поводов-то особых с ними... Их очень держали изолированно. Группа. Ну, конечно, конечно. Нет, ну, были случаи, когда там, ну, пишут, что вот они там уходили в город. Никто же не мог их запретить выйти из отеля и пойти гулять. Понимаете? Это не наши туристы, когда за границей, там могли в номере закрыть и стражу поставить, чтобы девушка не убежала к Болгарину. Понимаете? На свидание. А вот здесь-то, конечно, вот такого не было. Их не могли ограничить, да? Понятно, что маршруты четко выверенные, там все прочее. Да даже карты. Они покупали... Когда они брали наши карты по Москве, они не сходились с местностью. По проспекту, купленному в Интуристе, нельзя было. И мне рассказывали, что более точные карты можно было купить, допустим, в Париже, нежели в Москве. Потому что по московской карте по Москве особо не находишь. Там ничего не совпадало, да? То есть, видимо, специально тоже, чтобы ограничить. Но с другой стороны, опять же говорю, в год, вот в Олимпийский год в страну приехало больше миллиона иностранных туристов в этот год. Больше миллиона. А затем дальше, в 81-82, по нарастающей, там были 3,5-4,5 миллиона в год приезжало. Понимаете? Да, конечно, 70% это из соц. стран. Но все равно они приезжали. Все равно устанавливался канал. Люди приезжали, они общались. Они рассказывали, приезжали домой, свои впечатления, да? Так далее, так далее. То есть, олимпийское движение, помноженное на культурные различные программы и все прочее, оно в действительности сближало людей. Люди начинали задуматься. И у нас в стране, в общем-то говоря, почему там у нас не так, как там. Они приезжали сюда тоже задавать. Они вообще не стеснялись задавать вопросы, какие угодно. Неудобные вопросы мы всегда записывали на то, что их специально подучили, чтобы задавать такие вопросы. Да, это все происки. В самом-то деле, это не всегда были происки. Далеко не всегда. Потому что человек в действительности был интересный. Он не понимал. Он приезжал в другой мир. Это был для него другой мир, малопонятный. Ну, какие у вас предсказания? Что будет с олимпийским движением в будущем? Может, это сойдет на нет каким-то образом? Или приобретет новый смысл? Нет, олимпийское движение на нет не сойдет. По одной простой причине. Потому что пока есть спортсмены, олимпийское движение будет. Пока есть люди, элита, условно говоря, которая хочет это использовать в разных целях. В том числе и в корыстных целях. Олимпийское движение будет. Единственное, что я могу сказать одно. Что оно, если не выйдет из-за этого тупика противостояния геополитической, если оно из-за этого тупика не выйдет, то олимпийское движение может реально расколоться. Может, оно и не прекратится. Но это будет параллельно, как было в 1984 году. У нас отдельное, у них отдельное. На самом-то деле может произойти вот такое деление. Понимаете? Потому что сегодня не могут прийти никакому компромиссу относительно вот общих принципов Олимпиады. Потому что сегодня, вы сами правильно сказали, это геополитическое противостояние, это дипломатия, это, условно говоря, способ манипуляции, в том числе и общественное мнение. И когда мы говорим, допустим, о негативных моментах, надо честно сказать, что Олимпиада использовалась не только как бойкот. Обратите внимание, у Олимпийского комитета ведь есть возможность выбирать страны нейтральные. Ну, вот смотрите, вот они в 1976 году, когда мы проиграли эту Олимпиаду, 1976 года, когда канадцы выиграли, да? Там же, вы помните, да, шли Лос-Анджелес, в общем-то говоря, мы в первом туре были первыми. Потом Лос-Анджелес снимает свою кандидатуру и канадцы ожидают. Ну, есть мнение, вот те, кто там внутри находился, от Олимпийского комитета, что Олимпийский комитет решил сыграть на более нейтральной позиции. Не сталкивать в БАМе нас и Соединенные Штаты, а выбрали вот это нейтральное. Но я бы не сказал, что канады нейтральны. Ну, вот нет. Может, она тогда была более нейтральна? Вот тогда они посчитали, что это лучший вариант, чтобы не сталкивать Москву со Штатами, в общем-то выбрали вот этот канадский вариант. Надо не забывать, что... И вспомните ситуацию Токио. 70-й год, попытка отделения Квебека, захват заложников, Трудо-старший вводит танки в Монреаль. А сейчас прослеживаются следы то, что этих повстанцев поддерживало КГБ, чтобы получить плацдарм в 700 километрах от Нью-Йорка. То есть многие вещи, на них смотришь иначе, когда открываются архивы, когда проходят... Конечно. Я поэтому говорю, что, в принципе, чем больше будут доступны архивы, тем более объективной будет та истина, которую мы ищем. Опять же говорю, мы же, допустим, понимали прекрасно, давай вот когда Токио толкали, решили, нет, мы сами себе не будем, мы будем толкать Токио. Почему? Потому что нам нужно было, чтобы была проведена Олимпиада в первый раз в азиатской стране. Тем самым мы просчитали, что мы получим поддержку азиатских стран. Также, когда мы выступили против ЮАР, там, Южной Аэродизии, мы тоже просчитывали, что африканские страны, в общем-то говоря, пойдут за нами. Против Израиля, ну, не всегда так получалось, мы против Израиля играем, а арабские страны почти все бойкотировали Олимпиаду. Африканские страны не бойкотировали только те, которые впрямую как бы там от ЮАР были обижены, да, остальные тоже бойкотировали. То есть на самом-то деле есть расчеты, есть просчеты, на одно дело рассчитывали, но в любом случае это свидетельство тому, что тоже Олимпиада вот используется как некий такой политический ресурс. И не только мы это делали, все так делают. И сейчас говорю, что чем дальше это будет ситуация политизироваться, тем меньше будет доверия к тому, что Олимпиада является мостиком соединяющих людей. Огромное вам спасибо. Очень интересные экскурсии в прошлое и обсуждение перспектив на будущее. Очень интересная тема, хорошо, что вы и загибаетесь, и изучаете. Спасибо вам большое. Вам спасибо, что пригласили. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова